шалом шаббат дорогие друзья на столе у меня клавиатура на которую как ни странно хотели видеть обзор очень и очень многие это творение компании z модели edge optical оптомеханическая полноразмерная rgb клавиатура сайт принтом построенная на кейл бокс оптикал из стоящая в сети dns с гарантией 1 год 6300 рублей должен отметить что эта цена сформирована из того что z является дочкой dns и исключает из ценообразования и накрутки стоимости довольно много шагов в комплекте поставки нас ожидает несколько ништячков первое наклейки довольно странного качества второе блистер с пулером скобой для снятия свечей и 4 сменных кейл бокс black 3 блистер с пластиковым пулером и набором игровых даблшот кейкапов красного цвета без кириллицы и с классическим расположением символа в то время как диод находится в нижней части свеча и четвертое мануал дно клавиатуры идеально ровная без каких-либо переключателей и канавок там же вас встретят 5 прорезиненных ножек включая ножку под пробелом однако две из них трансформируются и могут выдвигаться являя собой одноярусную прорезиненную ножку прикольный мув однако такое строение исключает двуярусные принцип устройства на заднем торце клавиатуры вы увидите огромную коническую защиту от перегиба и выход тонкого кабеля он несъемные и в оплетке выходит строго по центру у меня только один вопрос зачем нужно было городить такую дикую защиту от перегиба она смотрится тут минимум инородно другой отличительной особенностью корпуса клавиатуры является rgb лента подсветки она уже находится в нижнем углу переднего торца закрыта светорассеивающим пластиком имеет независимую подсветку то есть когда вы выставили например красный на основном массиве клавиатура она будет rgb опять же например эта полоса освещает где-то полтора два сантиметра перед клавиатурой смотрится интересно однако в моем случае это и кибана лишена смысла почему все просто клавиатуры нет подставки под запястье а сам корпус особенно по переднему краю очень высокий в том числе и потому что нужно было где-то разместить это rgb ленту а высота переднего края просто и мха вообще неудобно без подставки под запястье со всеми клавиатурами я использую кожаную подставку фирмы леопольд она имеет рантик с каждой из сторон который предательски подлезает под передний край в угол где находится rgb лента в итоге клавиатура оказывается лишь на задних ножках и начинает кататься по ковру при любом движении я прекрасно понимаю что это частная субъективная история однако это какой-то замкнутый круг вы сделали клавиатуру толстой и невозможно юзать без palm rest оставя palm rest вы закрываете подсветку а закрывая подсветку пропадает необходимость в этой излишней толщине ее можно было бы сделать тоньше если вам интересно положение кистимой руки при работе с клавиатурой то вот она пожалуйста видно что изгиб практически под 45 градусов общее качество изготовления корпуса хорошее толсто крепко шершаво и приятно даже блок индикаторов сделан красиво и обладает невырвиглазным свечением однако этот логотип нанесенный серебрянкой ну вот его то можно было бы обыграть чуть более достойно раскладка клавиатуры американка длинные шифты длинный одноэтажный enter длинный бакспейс и f1 строго над двойкой дополнительных клавиш нет подсветка реализована достойно и добротно в белый цвет конечно же попасть было очень сложно но это фишка всех rgb диодов кейкапы перед нами крашеная bs пластик с лазерной гравировкой расположение символов на переднем к пользователю краю профиль кейкапов аем толщина стенки кейкапа обычная для масс-маркета качество покраски и качество самого лкп достойные ощущение от покрытия относительно скользкая короче для масс-борда капы сделаны очень добротно а вот что не совсем добротно вернее как не совсем продумано символы и их нанесение во-первых кириллица и латиница маленькие непривычно маленькие во во-вторых между ними мало дифференцировки как по расстоянию так как по положению и размерам в третьих дополнительные функции выгравированы слишком низко есть места где их тупо не видно особенно это касается блока insert-delete визуально гравировка красивая и лаконичная до того момента пока ей не начинаешь пользоваться переключатели оптический кейл бокс black с поддержкой технологии hotswap я не буду в этом виде останавливаться о плюсах и минусах этой технологии показывать поэтапно как это делается если вам интересно ссылочка например с клавиатурой dark project будет в описании там я покажу как меняются свечи и вообще в чем плюсы и минусы оптомеханической технологии сами кейл бокс оптиков понятно что их ресурс огромен однако очень странное ощущение меня постигли именно с этими переключателями они имеют приятный ход гладкий тут вопросов нет мне не показалось что они меньше болтаются чем гатероны если и меньше то субъективно я этого заметить не смог они на бумаге линейные а вот на практике они очень тугие я уже на самом деле отвык от таких тугих переключателей и самое главное они не линейные они очень легкие в начале хода и их тяжесть и тугость все нарастают и нарастают и нарастают со сжатием пружины я понимаю что это все субъектив и на такие свечи найдется любитель но если написано линейные то пожалуйста сделайте их чуточку более линейными чем сейчас есть это уже в адрес компании кл никак не z сколько я пробую подружиться с кейлами никак у меня не получается никак ладно тайпинга заключения поехали а да и а а это а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стабилизаторы тут череподобные, не особо смазанные. Пробел ходит довольно прилично. Тайпинг может показаться глуховатым, но это из-за тяжелых и тугих свечей. В этом конечно их несомненный плюс. Вообще странная клавиатура. Смотришь на нее на коробке. Красотка. Ставишь на стол. Красотка. Начинаешь пользоваться и тут тебе постигает что-то странное. Странное решение с RGB лентой, которое повлияло на эргономику, сделав клавиатуру толще. Странная защита от перегиба, а не от соединяемого кабеля. Странный выбор дизайна и эргономики символов. Странные свечи. Я для вас все расписал. Есть возражения? Пишите комментарии. Но в данный момент я бы не смог пользоваться этой клавиатурой в долгосрочной перспективе.